Law Enforcement, как раз таки силы приведения закона в действие. То есть мало иметь закона, надо еще их привести в силу. Вот это английский! Здравствуйте! Сегодня мы воскрешаем давно погибшую рубрику «Английский по новостям». Новости — это то, что самое свежее, что есть в языке, самые актуальные слова и выражения, дикторы, у которых идеально поставленная речь и так далее. То есть современные события, о которых вы все слышали, и слова, и выражения, которые вот прямо сейчас витают в воздухе, это все в новостях. Поэтому новости — это безумно перспективный способ изучать язык. Этому способу нас учили в университете, и таким образом я собираюсь обучать и вас. Если формат будет популярным, то я буду делать это максимально часто. Если я увижу, что зрители относятся к этому прохладненько, естественно, я буду делать редко, поэтому, так сказать, зависит все от вас. Не забудьте лайкнуть, комментарий написать, что вам нравится. Это все влияет на продвижение видео Ютубом, а также на мое решение о том, продолжать формат или нет. Я смотрю, нужен он людям или не нужен, как он вообще среди вас пошел. Итак, английский по новостям. Погнали! Давайте по кусочкам разберем. Tonight Facebook announcing. Запишем to announce, анонсировать. Будет нам часто встречаться в новостях. Ну и, кстати, в принципе, все слова, которые есть вот подобного типа, они довольно образцовые, и через выпусков там 10-15 вы уже будете более-менее все понимать, даже если сейчас практически ничего не понимаете. Ну, если вы их выучите, конечно. Эти слова будут повторяться нам часто. Tonight Facebook announces. Tonight. Сегодня вечером, да? Tonight Facebook announces. To announce. Анонсировать. Похоже на русское слово. Запишем его в словарь. To announce. Объявлять, извещать или анонсировать, чтобы легко запомнить. И вот такую картинку. Кстати, многие слова, вот типа announce, они под копирку будут идти во всех выпусках новостей. Ну, есть просто лексика, да, которую используют ведущие, те, кто пишут вот эти новости в текстовом виде. И они, эти слова все более-менее повторяются. Ну и вы через выпусков 5-10 уже основную массу этих слов будете знать, и будет намного легче, чем сейчас. It's banning former president Trump. It's banning former president Trump. И вот еще одно тоже слово, которое часто используется. To ban. Запрещать. Мы, кстати, по-русски говорим забанить. Да, банить. Вот в интернете популярное слово. Тоже вот как раз отсюда пошло. To ban. Запрещать. И кто у нас там кого banning? It's banning former president Trump. It's, то есть it, это Facebook, да, получается. It's banning. Он банит, да, блокирует. Former president Trump. Бывшего президента Трампа. Тоже мы это часто будем слышать. Former. Бывший. Прежний. Former president. Former vice president. Former minister. Все что угодно. Former бывший. И вот у нас бывшие президенты стоят. Former president Trump. Facebook is banning former president Trump. For at least two years. For. На протяжении, да. For, как правило, обозначает какой-то промежуток времени. For at least. На протяжении at least, по крайней мере, two years. Двух лет. Минимум на два года его забанит Facebook. Over his comments related to the January 6th attack on the US Capitol. И вот теперь за что? Ban. Вот у нас было просто ban banить. Нужно, кстати, вот так еще записать. Ban over. Банить за что-то. Нет, давайте отдельно все-таки запишем. Facebook is banning президента Трампа over. За. Давайте тут так и напишем. Забанить за. Over his comments. За его комментарии. Over his comments related to the January 6th attack. Over his comments. За его комментарии. Про что? Over his comments related to the January 6th attack. Over his comments. За его комментарии related to. Связанные с related to. Имеющие отношения. January 6th attack. Января 6-го атаки. Да, но мы по-другому бы сказали по-русски за атаку или там бунт, что угодно. Состоявшийся 6-го января. В английском сначала дату сказали. On the US Capitol. Attack on the US Capitol. Атака на US. Это Соединенный Штат. Да, Америка. Capital. Капитолий. Мы говорим по-русски. Атаки на Капитолий. Tonight Facebook announcing it's banning former president Trump for at least two years. Over his comments related to the January 6th attack on the US Capitol. In a statement Facebook saying. Given the gravity of the circumstances that led to Mr. Trump's suspension. We believe his actions constituted a severe violation of our rules, which merit the highest penalty available under the new enforcement protocols. Вот нам этого хватит на минут пять работы, наверное. Погнали. In a statement Facebook saying. In the statement. В statement это утверждение. Ну, то есть в их заявлении, да, утверждение. In the statement Facebook saying. В своем заявлении Facebook говорит. Given the gravity of the circumstances that led to Mr. Trump's suspension. О, пошло. Ну и поехали. Сейчас вам будет столько новых слов, сколько, наверное, вообще еще ни в одной рубрике у нас не попадалось до этого. Given the gravity. Given. Это принимая во внимание. Ну, вообще, give давать же, да? Given, как бы, беря. Ну, вот мы говорим принимая. Принимая во внимание. Given the gravity. Гравитацию дословно пока что. Of the circumstances. Обстоятельств. That led to Mr. Trump's suspension. Которые привели к suspension, отстранению мистера Трампа. Это более корректное такое мягкое слово, чем ban, блокировать. И теперь разберемся. Given the gravity. Принимая. Что значит gravity of circumstances? Гравитация обстоятельств. Имеется в виду, принимая во внимание серьезность обстоятельств. То есть, их вес. То, насколько они мощные. The gravity of the circumstances. Gravity of the circumstances. Given the gravity of the circumstances. Серьезность обстоятельств. И давайте посмотрим, что нам дадут словари по вот этому выражению. Вот реверсы нам должен помочь. My delegation shares the concerns about the gravity of the circumstances surrounding blah, blah, blah. Моя делегация разделяет озабоченность в связи с серьезными обстоятельствами. Gravity. Серьезности обстоятельств. Серьезная обстановка. То есть, вот все, что подразумевает, насколько gravity, что в смысле давления, да, серьезность обстоятельств. Given the gravity of the circumstances. Принимая во внимание серьезность обстоятельств. That led to. Вот led это прошедшая форма to lead. Это вести за собой, да, отсюда слово leader, leader. У нас здесь that led to, которые привели к, и, соответственно, прошедшая форма led, led. Lead, led, led. То есть, led это прошедшая форма, как у нас здесь и используется. И оно тоже, кстати, используется довольно часто. Это слово именно в значении привело к, приводить к. Не кого-то за руку приводить, а что-то привело к чему-то. Какие-то одни события к другим. Given the gravity of the circumstances. Принимая во внимание серьезность обстоятельств. That led to. Которые привели к Mr. Trump's suspension. К отстранению мистера Трампа. Suspension давайте запишем. Приостановка нам предлагает Quizlet. Но, на самом деле, отстранение от должности, например, тоже может быть. И что у нас дальше? We believe his actions constituted a severe violation of our rules. We believe. Мы верим. Или мы по-русски бы сказали мы считаем. Но по-английски так говорят. We believe his actions. Мы считаем, что его действия constituted. Запишем. To constitute. Составлять, основывать. Ну и, да, конечно же, в голову приходит конституция. Как раз-таки это и будет значить то, на чем основывается. Да, постановление, основание. To constitute. Давайте не будем брать картинки, чтобы не запутываться. We believe his actions constituted. Его действия в данном случае составили. Да, или представляют собой. A severe violation. Серьезное нарушение. Вот оба этих слова тоже нужно знать. Severe. Ну, как я и сказал, конечно, в первый урок английский по новостям у нас, естественно, такое количество слов. Со временем их будет все меньше и меньше. Severe violation. И, конечно, хорошо бы знать словосочетания тоже. Поэтому я часто их выписываю. Серьезное нарушение. Даже я бы сказал очень серьезное нарушение здесь. Severe violation of our rules. Серьезное нарушение of our rules. Наших правил. То есть его действия составили собой или представляют серьезное нарушение наших правил. Which merit? The highest penalty available under the new enforcement protocols. Which merit? Что? Давайте запишем merit. С этим словом поработаем предварительно в Word Hunt. Merit. 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 Заслуга, достоинство, качество. Когда-то у нас встречалось, но очень давно. Давайте сразу к примерам. His good work merits a raise. Его хорошая работа заслуживает. Raise – это прибавка к зарплате, повышение. His good work merits a raise. Вот в таком смысле. He was rewarded according to his merits. Он был вознагражден в соответствии с его заслугами. Тут у нас был глагол, то есть его работа заслуживает. А здесь существительно во множественном числе. Он был награжден в соответствии с его заслугами. И у нас здесь что? Severe violation. Помните? Серьезное нарушение очень. Of our rules. Наших правил. Which merit. Что? Заслуживает. Да, вот. Но тут, видите, в основном дают в позитивном смысле. Заслуга, достоинство и так далее. То есть что-то очень достойное, да, что-то классное. Тут же which merit, что как бы заслуживает the highest penalty, высшего наказания, available, которое вообще доступно. Понимаете? То есть здесь в негативном смысле merit. Which merit the highest penalty available, которое заслуживает the highest penalty, высочайшее наказание available, доступное. То есть которое только может быть. Давайте вот это запишем. The highest penalty available. Высшее наказание. Я вот не знаю. Видите, я разрываюсь всегда между тем, чтобы записать, как это правильно звучит по-русски. Давайте тогда в таком случае по отдельности лучше запишем. Сначала, чтобы вы понимали. Penalty. Просто наказание. Штраф. Карательная мера. Penalty. Да, вот в футболе. Penalty называется или как-то так? Не уверен. Подскажите, кто футболист. Есть такое или нет? По-моему, есть. Penalty. Потом, что у нас там еще? Available. Доступный. Ну вот вроде как available довольно распространенное слово, поэтому запишем просто словосочетание теперь, и вы будете понимать, что penalty – это наказание. The highest penalty available. Теперь запишем высшая мера наказания. Married the highest penalty available. Заслуживает самую высшую меру наказания. Under the new enforcement protocol. Under the new – под новыми enforcement protocols. Under the new enforcement protocol. Enforcement. Давайте запишем. Это форма слова force – сила. И от него образована куча-куча слов, которые используются как раз-таки в политике. Enforcement. Принуждение к исполнению закона. То есть приведение силы force в действие. Enforcement. Даже так называются полицейские службы тоже enforcement. Принуждение к исполнению закона. Under the new enforcement protocols. Под новыми протоколами. Как бы протоколами принуждения. Но имеется в виду под новыми исполнительными протоколами, которые нужно соблюдать. И теперь попробуйте еще раз это переслушать. Я при этом понимаю, что это огромное количество новых слов. И если вы в первый раз столкнулись прямо вот с таким жестким форматом новостей, то возможно вам будет сложновато. Но попробуйте прям со всей силы сейчас напрячь свою голову, переслушать слова и попробовать воспринять тот текст, который вы услышите, не вдумываясь в каждое отдельное слово, а попытаясь понять общий смысл и посыл. Давайте сначала заново все слова проработаем. To announce – объявлять, извещать. Announce. Ну или анонсировать. Помните, я говорил? To ban – запрещать, банить по-русски. Former – бывший, прежний. Former – former president – бывший президент. To ban over – банить за что-либо, да, по поводу чего-то. Related to – связанный с чем-то. Мы говорим с по-английски to. Related to – statement – заявление, утверждение, заявление Фейсбука. Помните, там было? Gravity of the circumstances – гравитация обстоятельств, то есть их давление. Gravity of the circumstances. Lead, lead, lead – часто говорят, привело к тому-то, привело к этому. Lead to – привело к lead – вести. Suspension – приостановка, отстранение. Suspension. To constitute – составлять, основывать. Запоминаем по конституции. На ней все основывается, она все составляет. Constitute. Severe violation – серьезное нарушение, резкое. Severe violation – merit, заслуга, достоинство. Merit. Penalty – карательная мера или, как в футболе, пенальти. Как раз-таки дают за нарушение правил. The highest penalty available – высочайшее наказание доступное, то есть высшая мера наказания. Самое сильное, которое только может быть. Enforcement – принуждение к исполнению закона. Приведение вот этой force, силы в действие, да. А вот, да, кстати, о чем я говорил. Law enforcement. Is the activity of some members of government who act in an organized manner to enforce the law. Это activity, активность, да, то есть приведение закона в силу. Это активность, то есть деятельность of some members of government, некоторых членов правительства, в этом случае полицейских, who act, которые ведут себя, да, выступают in an organized manner, в организованной манере, то есть в организованном виде, to enforce the law, чтобы как раз-таки enforce, приводить в силу the law, закон, ну вот делая там то-то, то-то, наказывая, обнаруживая и так далее, всяких там преступников, кто его нарушает. И вот это называется law enforcement, как раз-таки силы приведения закона в действие. То есть мало имеет закона, надо еще их привести в силу. И вот эти law enforcement этим и занимаются. И теперь переслушаем тот небольшой отрывок, который мы разобрали. Я понимаю, что он совсем небольшой, но я думаю, на первый раз хватит, особенно тем из вас, кто только начинает учить английский. Не хочу вас сильно перегружать. Погнали. Если вам все равно было тяжеловато, тогда сначала поработайте с карточками Quizlet, который я для вас сделал. Потом вернитесь снова к этому видео, пересмотрите его заново. И уже с выученными словами вы точно все поймете, и оно у вас отложится. В любом случае, знайте, что потом со временем будет намного проще, когда вы уже какую-то базу слов более-менее выучите, потом новости будут восприниматься прям в лед. С вами был Вот это английский. И помните, это далеко не последний выпуск английский по новостям на канале Вот это английский. Всем до скорого.